Приветствую вас, Алексей. Ну, смотрите, какая получается история. Сноция ваша, она на самом деле, так сказать, несколько аспектов, где содержится несколько последовательных аспектов, которые надо рассмотреть для того, чтобы вы получили адекватное представление о том, что с вами происходит. Первый аспект, который я хотел бы затронуть, самый такой, на мой взгляд, простой, самый, на мой взгляд, понятный для, ну, восприятия. Это аспект жизни. То есть вы много говорите о том, что не можете получать удовольствие от жизни, много говорите о том, что вот постоянно вот хотите получать удовольствие от жизни, хотите получать удовольствие от жизни, не можете, не можете получать удовольствие от жизни. Вот, и, вы знаете, мне кажется, мне кажется, что дело не в том, что вы не можете получать удовольствие от жизни, то есть не то дело, что вам может быть, ну, может быть, мешает что-то получать удовольствие от жизни, да. А может быть, дело всё в том, что вы не получаете удовольствие от жизни вообще. То есть вы живёте как-то вот, вы живёте как-то своей жизнью так, ну, таким образом, что вы не получаете от неё никакого наслаждения вообще. То есть, это вопрос о том, как вы организуете свою жизнь, это вопрос о том, чем вы занимаетесь, что у вас есть время на то, чтобы думать обо всём этом, обо всём этом, обо всём том, что вот вас беспокоит, тревожит и так далее. А как вы организуете свою, ну, скажем так, энергию, свою силу, да, свой потенциал, чем вы занимаетесь, на что тратите своё время. А вот эти вещи, мне кажется, нужно рассматривать, потому что момент, собственно, важный для вас. Это именно для нас важный момент. Как вы относитесь к своей жизни вообще, да, в целом? Как вы воспринимаете жизнь вообще, в целом? А что для вас жизнь вообще, в целом? Вот вы много говорите, говорите о таких вот вещах, да, как жизнь, там, удовольствие от жизни. Но что это такое? Что такое удовольствие от жизни? Как это? Понимаете? Вот. То есть мне кажется, что здесь слишком много каких-то общих фраз у вас, которые, ну, далеко не всегда могут относиться к делу. Я, конечно, не знаю, но мне почему-то думают, что это первый момент, да. Первый момент это то, как вы структурируете свою жизнь, жизнь, структурируете своё время. Вот. Это первое. Второе. 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 Механизм навязчивости, который вы описываете, значит, то, что вы постоянно вот думаете о чём-то, постоянно думаете о том, что вы не можете получать удовольствие от жизни. Вот. Постоянно у вас есть вот такие мысли. И это своего рода запрет. Механизм навязчивости это запрет. Механизм навязчивости отражает, скажем так, некий посыл, некий посыл, который есть у вас, который есть в вашей, ну, вашей психике. Вот. Эээ, посыл о том, что вы не достойны счастья. Посыл о том, что вы не можете быть счастливым, посыл о том, что вы либо не достойны счастья, либо боитесь счастья, вот, либо, значит, ну, либо есть ещё какие-то моменты, да, которые нужно учитывать. Здесь, опять же, хотелось бы рассмотреть этот запрет. Навязчивые мысли это запрет думать каким-то определённым образом для вас. И поскольку этот запрет появился не случайно, то его можно и нужно, в принципе, разбирать. Вот. Вот. Вот такой момент. Далее. Это повышенная значимость каких-то негативных моментов, которые есть в вашей жизни. то есть, это мнительный страх, ага, значит, ну, страх смерти, может быть, может быть, что-то ещё. Тут, конечно, тоже нужно разбираться. Вот. И это ещё один посыл, который вы получили, скорее всего, от своей семьи. И вот этот посыл, он не является вашим. То есть, данный посыл вы приобрели от кого-то. От кого-то. Ну, в частности, вот, ааа, скорее всего, от своих родителей. Опять же. Ааа, значит, вот когда вы пишетесь, что, ааа, значит, вспомнил неприятный момент в детстве, который не факт был, каждый день об этом думаю, все из-за того, что не могу, все, вот из-за этого не могу получать удовольствие от жизни. То есть, ааа, вы совершили, ааа, какую-то, ааа, ну, ошибку, да? Были какие-то ошибки у вас, у вас, вот. Ааа, и ваше отношение к этим ошибкам такое отношение, что, по вашему мнению, их не должно быть. То есть, вас воспитали в условиях, когда, ааа, ошибки вообще недопустимы, недопустимы. Совсем. И поэтому вы так реагируете. Ведь ошибки недопустимы. Смотри. Здесь, на мой взгляд, ааа, нужно работать именно, именно с тем, ааа, что для вас означает ошибка. И откуда у вас, ааа, представление определенных об ошибках. Вот. Мне кажется, что данный аспект, ааа, также является очень важным для понимания, ааа, вашей проблемы. Вот эти, ааа, нюансы, которые я раскрыл, раскрыл, да? Аааа, значит, в купе с тем, что вам это для чего-то нужно. То есть, ааа, ну, с купе с тем, с тем, что вам необходимо переживать. То есть, вот, вы как будто, знаете, ааа, испытываете некую, ааа, потребность в том, чтобы переживать. И составляет основу для того, чтобы, ааа, вы загонялись, как вы говорите, по поводу, ааа, того или иного. То есть, как вы понимаете, ааа, речь идет не о том, ааа, что вас беспокоит что-то конкретно. Ааа, речь идет скорее о том, что вас, ааа, что вы используете момент для того, чтобы чувствовать себя определенным образом. И, возможно, возможно, что либо вы боитесь какого-то удара, вы боитесь, ааа, какой-то, ну, может быть, это, ааа, какие-то случайности, может быть, это какие-то проблемы, может быть, это какие-то нюансы, ааа, связанные с вашим детством, ощущения, например, ааа, ну, нестабильности, ощущения, например, уязвимости какой-то. Да? Вот. Ааа, все вот это вот нужно изучать. Я полагаю, что если все это разнапресс, то можно, ааа, достаточно легко найти причину, ааа, того, почему вы загоняетесь. Вот. То есть, я думаю, я думаю, что вы пытаетесь себе это подавить, то, что вы загоняетесь, вы пытаетесь это подавить в себе, а на самом деле подавлять это не нужно, наоборот, нужно раскрыть. А перед тем, что загоняется, это значит подавлять свои желания. Вот. И, соответственно, соответственно, ааа, подумайте, какое желание стоит за тем, что вы загоняетесь. То есть, что вы хотите. Ну и, соответственно, вот в момент, когда вы думаете об этом, да, уже помимо того, что я говорил про удовольствие от жизни и прочее, ааа, попробуйте подумать о чем-нибудь другом и подумайте, аааа, например, о сексе. Вот. Вот пофантазируйте на эту тему. Можете или нет? Если нет, то откуда идёт запрет? Нам нужно выявить это. Вот это оправная точка для реализации ваших желаний, которые вы сейчас подавляете и которые, собственно, и дают о себе знать в виде такой вот реакции. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...